Видео сделано при поддержке сайта igao-mobile.ru, где вы найдете новости, гайды, обзоры на персонажей мобильной версии Mortal Kombat X и Injustice. А также подписывайтесь на группы ВКонтакте Mortal Kombat X Mobile и Injustice Mobile. Ссылки в описании. Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и мы вновь возвращаемся в Injustice 2 для мобильных устройств, чтобы посмотреть на всех персонажей. Потому что в предыдущих видео я их не показал, а как-то не очень хорошо это получается. Итак, давайте смотреть, наверное, всех, которых мы не видели. И начнем, наверное, с Супермена. А точнее, сейчас я прочитаю Armored Superman. Он типа, короче, у нас в какой-то армейской форме, что ли. Что-то я не вижу никакой на него экипировки. Вот, кстати, можно посмотреть? А он и не показывает. Здесь экипировок нет никаких. Это был у нас Супермен. Далее у нас идет Бэтмен. Тоже трехзвездный. Вот так вот он у нас выглядит. Прикольно, прикольно. Нормальная такая экипа. Далее у нас идет Чудо-женщина. Вот такая вот она симпатюлина. Здесь хотя бы она штанишки какие-то одела. Ну, выглядит внешне так же. Ну, такая нормальная попа у девочки. Прокачанная. Не зря она трехзвездная. Далее у нас идет Флэш. Итак. Вот он такой шустряк прям. В каске. Ему на мотоцикле гонять. Прикольный. Едем дальше. Дальше у нас идет Грот. Горилла. Вот такой вот он серьезный. Те, кто смотрели сериал Флэш, он типа мог читать мысли и управлять сознанием. 160 надо фрагментов, чтобы открыть данного чувака. Выглядит внушительно. Далее у нас идет зеленый фонарь. Практически то же самое, что и у меня. Только вот, по-моему, у него какая-то фигня на груди появилась. На плечнике маска чуть-чуть поменялась. Прическу он также не поменял. Ну и немножечко, по-моему, три кошки обновил. Едем дальше. Дальше у нас Киборг. Или Сайборг. Сайборг. Вот такой вот он. Красненький. Ну не знаю, честно говоря, он меня не очень что-то впечатлил. Своим видом. Ну ладно, возможно, к этому нужно привыкать. Женщина-кошечка. Уже сколько-то фрагментов я ее получил в таком капюшончике. Прикольненькая. Латекс. На ней все дела блестит. Дорогуша наша. 30 фрагментов у меня уже на нее есть. Далее наша прекрасная Харли Квин. Уже немножко в другом одеянии. Но мне вот это больше прям нравится. Она зачетная такая. Симпатяшка. Едем дальше. После Харли Квин у нас Пугала. Вот такой вот он какой-то странный. И вообще в противогазе почему-то. Думаю, в дальнейшем добавят, кстати, Бэйна. Интересно, как он будет выглядеть. Я надеюсь, что он прям вообще бомбезный будет. Так, далее у нас обычный уже Супермен. Тоже вот у него, кстати, лифчик есть. Замечаете, да? Цвет немножко другой. Арморед. Не знаю, честно говоря, мне Супермен в Injustice 2 не очень нравится. Может быть, со временем я тоже привыкну к нему, но не знаю. Далее у нас Флэш идет. Вот такой шустряк. Вот Флэш вообще зачетный. Прям Барри подкачался. Наверное, с Джиганом вместе ходили на тренировки. 45, кстати, чертежей нужно собрать, чтобы его получить. Далее у нас идет Пугало. Уже двухзвездный. Тоже 45 чертежей. Вот такой он вот непонятный. Как будто его, короче, похоронили, а потом он восстал из мертвых. Далее Дэдшот. Дэдшот мне, честно говоря, нравится, как выглядит. Прям вообще такой, чувак, я тебя застрелю прям своим глазом. Зачетная такая у него винтовка сзади. Крутой, крутой перс. Я думаю, и обмундирование у него тоже будет зачетное. Далее у нас идет Горилла Грот снова. Вот такой вот он. Немножко, по-моему, поменялось у него обмундирование. И, кстати, однозвездный. То есть, возможно, в дальнейшем мы его тоже получим. Когда-нибудь. Едем дальше. Однозвездный Сайборг. Вот такой вот он прикольный. По-прежнему хочу вам напомнить, дорогие подписчики, что всю полезную информацию вы можете найти на сайте egaumobile.ru. Ссылки я оставлю, как всегда, в описании. Смотрите, проходите. Подписывайтесь на группы ВКонтакте Mortal Kombat X Mobile и Injustice Mobile. Сейчас они обновляются. Информация тоже по игре появляется. Парни стараются что-то переводить, что-то находить. И, короче, кому интересно, добавляйтесь, подписывайтесь. Так, все, наверное, выйдем. Далее зайдем в кампанию. Здесь я покажу, у нас есть новый героический уровень сложности. То есть, есть обычный Normal, где я уже все прошел. И далее Героик. Он так называется у нас. И можно, кстати, попробовать. Здесь значительно больше приходится заряда использовать. 12, короче, вот этих молний. Давайте попробуем пройти, кстати. И против нашей Supergirl тут, ну, не хило так. У нас практически мощность отряда одинаковая, но у меня двухзвездные персонажи. Харли Квинн у меня только вообще прям прокачена не хилая, и она двухзвездная. Конечно, хочется получить и Гориллу Грода, и Кошку, и многих других персонажей. Думаю, что по-любому к официальному релизу добавят еще новых персонажей. И будет все вообще замечательно. Тихо, тихо, красавица-то моя. Иногда, кстати, когда делаю видео, здесь почему-то звук пропадает у меня. В предыдущем видео, которое я делал, вот про прокачку персонажей и прочее, прочее, там звук у меня на видео реально, когда я снимал, пропадал. А вот по факту, когда я начал монтировать видео, он откуда-то взял и появился. Так, Бэтмен против Бэтмена. Вот так вот. Так, держу блок. Тихо-тихо-тихо. Вот. На тебе. На. Вот. Что-то я там умею делать харда. Воу, воу, ты факинь щит. Да, здесь уже так нехиленько все. Опа. А ты че не оглушилась? Бабенцы это. Так, давайте возьмем зеленого фонаря. На. Завалили мы, Харли. Вот такой вот он голубоглазый чувак. Итак. И это уже у нас следующая вторая глава, где мы в конце будем биться уже с Дэдшотом. Честно, конечно, сложная битва. Давайте-ка посмотрим. Что тут у нас? Шесть золотых. Ну что ж, попробуем сразиться с ним. Десять восемьсот двадцать девять. Мощность отряда его. Не знаю, конечно, получится нам справиться или нет. Выдержит наша Харли удары Дэдшота. Или же нет. После завершения мы можем получить как раз снаряжение для нашего Бэтминта. Давай, Харли. Хоп. Тихо-тихо. Женщина. Чудотворная женщина. Так, тихо-тихо-тихо. Главное держать блок. Воу-воу-воу. Дэдшот. Успокойся, мужичара. И нам самое главное это... Собрать, конечно, три звезды. То есть... Не-не-не-не-не. Мужик, ты офигел вообще. Во, давай, Харли. Красавица ты моя-то. Чё-то она ругается. Мне нравится здесь боёвка как устроена. Я знаю, что ты Грин-Лантер какой-то там. Опа. Я Бэтмен. А теперь ты мне чё-нибудь скажешь. Нет, он мне ничего не сказал. И она ничего не сказала. Отлично, три звезды мы получили. Зачётно. Дайте мне для моего Бэтмена чё-нибудь. Эх, ничего не дали. А зато мы подняли левачок. Итак, может мне в Objective чё-нибудь дадут? Отлично, что-то есть. Давайте глянем. О, Дэдшот. И 50... Кристаллов. И чё-то ещё должно быть. Ну-ка. О, женщина-кошечка наша. Прекрасная. Давайте Хом. Можно отправиться в магазин и чё-нибудь здесь открыть интересное. Конечно же, получить в первую очередь бесплатный сундучок. Вау. Харли Квинн. Но это не для нашей Харли. К сожалению. Теперь давайте Сильвер 1 откроем. И потом, если получится, конечно же, золотой. Но он стоит, насколько я помню, 150. А у нас всего 105. Для флэша мы получили классную экипировку. Но этого флэша у нас нет. Ну ладно, ничего страшного. Зато она будет у нас. Так, здесь чё у нас? 150. Да, всё верно. Отправимся в Хом. Объектив. Чё-то тут нам снова хотят дать. Немножечко ХП и 500 бабла. О, мы поднялись до 5-го левака. Отлично. Теперь можно снова чё-то получить. Снова женщину-кошку. О, ещё нам 100 кристаллов дали. Можно снова отправиться в магазин и снова их потратить. Так. Давайте. Купить. И не тупить. Да, я хочу потратить 150 кристаллов, потому что мне хочется. И что тут у нас? Вау! Вот это круто! То есть мы получили золотого трёхзвёздного флэша. Обалдеть! Чур, мне прям хочется теперь им поиграть. Так, снова нам тут какую-то крутую штуку хотят предложить. Давайте, давайте, я с удовольствием заберу. 10 тысяч кредитов! Обалденно! Предлагаю снова отправиться в магазин и снова их потратить. Я люблю очень открывать вот всякие сундуки. Если вы тоже любите, ставьте большие пальцы вверх. Купить. Звук у нас, по-моему, снова пропал куда-то. Эх, фигню мне дали. Давайте ещё одну купим. И что тут у нас? Опа! Для гореллы грота. Ну, ничего пойдёт. Давайте обратно отправимся. И можно теперь вернуться в битву и так. Проходить вторую главу или на героическом что-нибудь пройти. Давайте, наверное, вторую главу будем проходить. Сейчас я выберу, кого убрать-то нам. Поменяем зелёного фонаря на флэша. И заодно посмотрим, как он будет биться. Да нет, извините, я не хотел сюда нажимать. Чё-то, блин, жизни-то у него мелковат совсем. Но ничего, я думаю, мы завалим их всех. Можно будет потом ему ability и прочее-прочее прокачать. Вот, я так полагаю, у нас звук опять посеялся. Здравствуй, кошечка. Да, звук у нас пропал, дорогие друзья. Это очень грустно. Но я думаю, они хотя бы будут базарить что-нибудь. На тебе. Да, блин, ты чё? Воу-воу-воу-воу, дорогая моя. Перестань, перестань. Ты чё делаешь, а? Ты чё творишь? Вот было бы классно, кстати, получить Нептуна среди обычных бойцов. Его, кстати, нету. Я его не заметил, по крайней мере. Тихо-тихо. Давай-давай, мужик. О, как вы видите, у него три способности. Третий, это, скорее всего, типа X-Ray. На, давайте попробуем накопить её. Там, скорее всего, шкалу силы нужно по полной программе прокачать. Но, наверное, мы всех сейчас завалим, пока будем прокачивать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вынесли мы его флэшика. Родного. Тихо-тихо-тихо. Дорогуша, перестань. Я чего-то могу харда. Блин, прикольный флэш. Он определён мне нравится. Надо как-то попробовать накопить ему третий спецприём. Давайте следующую битву попробуем. Накопится или нет. Файт. Десять тысяч. Офигеть. Мощность такая нехилая у отряда соперника. Ну дайте мне звук. Почему звука нету, а? Думаю, в дальнейшем они будут что-то базарить, наверное. Так, давайте флэшика. Оп. Тихо-тихо. Ну зачем вот вы сразу выносить его хотите? Так, давайте Бэтмена. Тихо. На, грот. Так, нужно, короче, копить энергию. Мне интересно, вот эта энергия у нас общая идёт? Так. Или всё-таки, если я поменяю персонажа, она исчезнет? Да. Серьёзно, чувак. Ну ты даёшь. Ну-ка. Давайте флэшка. О! Третий приёмчик. Отлично. Это X-Ray. Жаль, вот без звука, дорогие друзья. Мы смотрим на это. Но нет, какие-то звуки есть. На. Конечно, не всё так супер прорисовано, но зато мы завалили его и посмотрели на X-Ray. Прикольно. И даже рот у нас открыл флэш. То есть... Unreal Engine 4 здесь посерьёзнее. Что ж, на этом мы закончим данное видео, дорогие друзья. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока! Да! Так. Продолжение следует...